Круглый стол по проведению мероприятий в рамках участия города в проекте «С чего начинается Родина» прошел в Центре детского творчества, темой которого было сохранение традиций, истории нашего города через развитие музейного дела. Проект «С чего начинается Родина» является всероссийским и проходит по всей стране в рамках национального проекта «Культура». Участниками круглого стола стали ветераны, руководители ветеранских движений, руководители музеев города, почетные жители, представители молодежных общественных организаций и молодые педагоги. Глава города отметила необходимость обсуждения данной темы. Мне бы очень хотелось, чтобы в условиях круглого стола мы с вами были открыты, и каждый смог высказать именно свою позицию, дав ответ на самый важный, наверное, вопрос в жизни каждого человека. С чего все начинается? С чего начинается наш родной город? С чего начинаются отношения в семье? Отношения к своим самым близким, маме, папе, детям? С чего начинаются отношения друг к другу? Вот, наверное, вот есть то, что нас сегодня и объединяет. Мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами вместе вот этот вопрос сегодня рассмотрели, да, и определились, как пойдем дальше. Напомню, что мы достаточно немаленький город, 66 тысяч жителей. И здесь позиция, да, которую сегодня мы будем предъявлять и обсуждать, имеет прямое значение для настоящего будущего нашего города. На встрече с рабочим визитом побывала координатор по проектной работе регионального исполкома Общероссийского народного фронта Свердловской области Юлия Овчинникова, которая отметила в работе фронта три основных направления. Это контроль, помощь и участие в реализации национальных проектов. Вся работа по проекту, с чего начинается родина, проходит в несколько этапов. Первый этап был, это мы запустили небольшое голосование, активисты у нас опрашивали население. Вот сегодня, это следующий этап, мы с вами должны определить все-таки, какие ключевые особенности, какие символы, что несет в себе ваш город, какие личности сформировали, сделали ваш город, что в дальнейшем, как вы будете себя позиционировать, потому что вот эта часть, вот это вот позиционирование себя и в дальнейшем вливание в комфортную городскую среду и развитие туризма, что тоже немаловажно. Но и самое главное, это знание людей своей истории, своей малой родины. В июле состоялся конкурс на лучший символ нашего города, в котором приняли участие воспитанники лагеря «Заря» и лагерей с дневным пребыванием, где было представлено более ста работ. По итогам работы комиссии был разработан бренд. Стриж, вестник добра, весны, начало, домашнего уюта. Птицы в данной композиции символизируют стремление общества, города к развитию и дальнейшему росту. Спиралевидное изображение – это единственное верное векторное изображение нашей главной опоры, основы нашего города, крупнейшего карьера в мире по добыче хризотилосбеста. Также спираль напоминает нить, в нашем случае – азбестовую нить, которая не страшен огонь и тепловые нагрузки. Символ огня, символ солнца и удачи. Участники круглого стола обсудили представленный символ и высказали свои мнения. Вот этот символ, наверное, бы подошел к любому городу. И можно было бы все это объяснить, значение этих элементов для любого города. Да, не хватает именно отсылок к нашим каким-то историческим корням. Вот я бы видела внизу вот там, вот эти вот корни, да, может быть даже какое-то такое символическое изображение карьера, может быть какие-то моменты, да, чтобы было узнаваемо город действительно. Вот не хватает вот этого действительно вот какого-то того, что узнаваемо в нашем городе Азбесте. По поводу логотипа, как сказала Наталья Робертко, возникают вопросы, да, и начинаешь сам это думать. В целом логотип очень именно символизирует все-таки наш город, если начинаете именно осматриваться в него. Как было уже сказано, да, что-то поменяет цветовую гамму, еще что-то. Это, да, присутствует, то есть над этим нужно думать все-таки. Напомним, что на территории нашего города расположено большое количество музеев различной направленности. Это музеи при образовательных организациях, при учреждениях культуры, музеи промышленных предприятий нашего города. В рамках встречи участники «Круглого стола» посетили Музей народного образования детского творчества и Музей комбината «Урал-Азбест», где узнали историю развития нашего города. Очень много было интересного услышано. Мы познакомились с общественностью, как с историками, краеведами, так и с общественными организациями. У нас были несколько замечательных экскурсий. Мы просто впечатлены. Очень понравилась идея внедрения, запуска вот какого-то своего логотипа, нового не официального символа, а тот, который бы пошел в народ, который потом бы можно было трансформировать в городскую среду и сделать некой фишечкой, брендом города Азбеста. Ольга Шестакова, Максим Фетисов, Новости АТВ.